всем утро доброго путешествовал по эстонии случайно на одном из информационных стендов обнаружил что недалеко находится такое место под названием ниарик если я правильно переведу с эстонского это означает страна ведьм вот заехал чисто случайно и ну не чисто случайно преднамеренно в общем когда увидел эту информацию решил заехать и вот что я встретил на въезде в это место я проехал от шоссе примерно отклонился по грунтовой дороге ну не так далеко километра полтора не больше и вот куда я попал что там дальше я пока не знаю сейчас поеду посмотрю выглядит все очень прикольно и красиво как видите вот такая избушка на ножках вот такая баба ёшка и это у нас въезд в республику ведьма страну ведьма что там для чего не знаю но сейчас поеду и все выясню думаю там что-то интересное будет но по крайней мере начала мне понравилось я не знаю как далеко это находится но думаю что где-то рядом со всем такая холмистая местность а вот и вот у нас это самое место это я так понимаю у нас парковка с такими черепушками костюшками и всякими точками в общем место прикольная будем смотреть и посещать паркуемся и идем дальше и и и и и и и и к сожалению солнце светит в камеру но примерно вот так все это выглядит со стороны парковки там если вам видно на горизонте холм где различные постройки стиле избушек здесь сам хутор или центр или как его назвать и вот еще один знак который говорит о том что там есть тоже парковка поближе по всей видимости мы сейчас туда и подъедем вот такие интересные инсталляции даже не знаю что это похоже на туалет по всей видимости то есть туалет хотя я могу конечно ошибаться ну ну видимо да как ни странно это туалет на входе вас приветствует вот такая катка с метлами это видимо для тех кто забыл дома свои вот так вот и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Ну, первые впечатления очень-очень позитивные. Нас встретил хозяин, очень доброжелательный человек. Мы спросили, что мы должны заплатить вам, наверное, мы бы хотели заплатить. Он сказал, что ничего не надо пока платить. И сказал, объяснил нам, куда идти и что смотреть. И вот мы, в общем, сейчас будем двигаться дальше. Вот такой замечательный рыжий котик. О, как он скребется. Ай, какой красавец. Ай, какой молодец. А может, это ведьма рыжая? Я так понимаю, все эти домики можно снять для отдыха. Ох, ну, просто красота. Это уличная ванна на дровах. Такой причальчик замечательный. Напротив тоже домик. Видимо, сдают для проживания. Я так думаю, здесь и рыбу можно ловить. Вот что-то вроде как банкетного летнего зала. Там находится главное здание, где сувениры продают. И, я так понимаю, сами хозяева там живут. Если видите, вот там на холме тоже различные избушки. И вот там избушка еще одна. А вот, вот. И у меня за спиной тоже там различные. Вода довольно чистая. Ага. Это у нас сауна. Я так понимаю, здесь можно и сауну. арендовать. Вот так вот выглядит. Сауна, предбанник. Душевая. Ну и сама сауна. Вот так выглядит. Хотя в переводе на стенде было написано колдовское царство. Ну, пусть это будет колдовское царство. Это вот тут, ребят, скользко. Я не знаю, что это. Ну, зайдем посмотрим. Очень похоже. А, судя по запаху, это не что иное, как муст саун или суицу саун. Да, совершенно верно. Не очень видно. Темно. Но это баня по-черному. Если кто не знает, что это такое, это такой тип бани в Эстонии. Очень старый. И... Ну, в общем, кто захочет узнать, что это такое, может погуглить в интернете. А запах здесь стоит очень приятный. Такой действительно, как сун, ну, дымчатый, дымом. И все, она прокопченная такая, черненькая. Даже на дверях вам выступили сосновые, как это, забыл, смола. Так что это сауна по-черному. Это, как я понимаю, кир своеобразный. Да, 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 совершенно верно. Вот зверушки, черепушки, белочки, все такое. И по ним стреляют. Из чего стреляют, не знаю. Ну, видимо, разные здесь и ружья. И, судя по тому, что вдали такая штучка из сена или из чего-то, то, скорее всего, наверное, это стреляет также луком здесь. Очень красиво все. Запах какой осенний. Здесь воздух настолько свежий, приятный. Вот такой домик. Баба ешка или ведьма. Без них тут никак. Так. Так. Субтитры подогнал «Симон» 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 я даже представляю сколько здесь ведьма живет если вся эта горка утыкана метлами и вот по теме гадания на руке даже как-то страшновато ух ты ой и птички здесь летают синички это по всей видимости кровать где вам будут гадать или там где вы расслабитесь и как видите у каждой ведьмы есть имена все они метлы подписаны но вот я побывал на таинственном холме ведьминой метлы вот сейчас показываю издать немножко издалека видео натыканная метлами практически каждая метла подписана почему как гласит стенд что метла в общем помогает жизни защищает от того и сего соединяет семью для этого нужно взять метлу воткнуть ее черенком вниз в общем самой метла вверх и произнесить произнести там какое-то заклинание сейчас я вспомню защите меня и мою семью отгони зло от моего дома и все это будет действовать до тех пор пока не начнет гнить черенок деревянная часть метлы когда она начнет гнить свойства заклинания теряет свою силу поэтому нужно приехать вновь сюда купить новую метлу поставить и опять произнести заклинание и тогда вы будете опять под защитой вот так выглядит противоположная сторона противоположная сторона где находится главный вход и где магазин сувениров здесь на холме также очень много построек и мест для отдыха некоторые из них сделаны в виде избушек места для отдыха по всей видимости их можно снимаю сдают для ночлега либо это просто как декоративная с той стороны озеро вот где мы были где центральный вход и там много зданий которые сдают ну для для ночлега там есть сауна отдельно которые можно бронировать здесь вот такие замечательные избушки не поверите но я одну ведьму встретил совершенно натуральную с усами черную вот с такими глазами вот сидит прям в этой стране я ведьма очень красивая как и положено привет приветик ой какая красивая ну прям ведьмочка ну посмотрите ну реально да где метелочку свою оставил красавица ой ты на солнышке грейся да вот такая она страна ведьма даже можно ведьму встретить очередной домик ванны под открытым небом вот такой дом к сожалению мне уже аккумулятор садится я с собой запасной не взял надеюсь хватит я заканчиваю свое путешествие по этому месту хочу еще сказать что здесь есть места где можно поиграть в дискогольф и вот еще несколько последних избушек которые на вершине холма находятся ну все они под замками ну судя потому что там место для барбекю для отдыха они сдаются в сезон когда тепло но сейчас не сезон и они все закрыты дальше уже не пойду в общем там еще пару избушек и все и вот так вот выглядит все хозяйство с высоты этого холма ну здесь в общем много чего интересного и отдохнуть здесь я думаю будет самое то удовольствие я это не то что там реклама этого места или еще что-то действительно мне очень понравилось как я говорил мой я заехал сюда случайно очень красиво здесь все просто продумано даже пляжик искусственный с песком сделано озеро везде грили всякие я понимаю что много таких мест есть в эстонии которые похожи но это вот как-то самой тематикой своей в общем-то сильно отличается вот даже такие мелочи как возле дома там корни вверх как и вместо этого столба дерево перевернуто вверх корнями с лентами мелочь но все соответствует тематике и 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